Город Магнитогорск, год 2011. Время открывать новые автосалоны. Потому что экономические передряги проходят, а желания человеческие остаются, в том числе и желание ездить с комфортом на достойных автомобилях. Сегодня вот замечательное событие у нас. Центр ГИА открывается, и это, наверное, правильно. Потому что когда в таком замечательном помещении мы видим замечательные машины, и Магнитогорцы любят машины, любят на них ездить. Тем более, что мы потихоньку стараемся под эти машины хорошие сделать, хорошие дороги. Это, наверное, правильно. Я хочу сегодня поблагодарить в первую очередь руководителей «Уралавто» Вячеслава Александровича. Благо, что я его знаю так давно, что так долго не живут. Я хочу поблагодарить его команду, которая настойчиво и серьезно работает на рынке автомобильных продаж и автомобильного сервиса. Я хочу поблагодарить строителей, которые сделали это замечательное здание. Я хочу поблагодарить руководство «КИА МОТОРС», которое увидело в «Уралавто» достойного партнера по городу Магнитогорску и наделило его всеми полномочиями. Достойное внимание всех въезжающих с севера горожан – и это новый центр «КИА». Автомобилей, полюбившихся россиянам за недорогую цену и высокое качество корейского автопрома. И теперь они и продаются, и обслуживаются в комфортной обстановке. На 2,5 тысячи метров квадратных нашей площади размещен этот комфортабельный торговый зал. Размещены все службы для последующего обслуживания автомобилей. Высококачественные специалисты, менеджеры, мастера, инженеры нашего центра прошли обучение в Академии «КИА» и готовы предоставить вам все свои знания. А магнитогорцы с удовольствием ими воспользуются. «Уралавто» всегда стремился предоставить сервис и услуги лучше, чем у других. И это вызывает и уважение, и зависть, и стремление подражать. Я очень рад, что за эти два года коллектив компании «Уралавто» и компания «Уралавто» Вячеслав Александрович приложили огромное усилие для того, чтобы развить свою компанию и вывести ее на новый уровень. Поэтому я хочу поздравить коллектив компании с новосельем. Поздравляю вас с открытием нового автосалона. Ну а теперь само открытие. Торжественное разрезание ленточки и самое вкусное – презентация нового автомобиля, уже полюбившимся миллионам. Это «КИА Рио». «КИА Рио» Ну что же, презентация удалась на славу. Было очень интересно, много людей. Не на каждую презентацию мэр приходит. Сюда пришел. Покушали мы язычок с горчичкой, блинчики с красной рыбкой. В общем, нормально. Ура! Открылся окончательно и бесповоротно. Дилерский центр на Белорецком шоссе 17. «Уралавто» естественно. Но самое вкусное мы оставили себе на пассажок, скажем так. На пассажок мы оставили себе «КИА Рио». Новый «КИА Рио». Много смотрят меня в интернете, на Ютьюбе, естественно. И для тех, кто хочет себе купить автомобиль. В то время, когда все типа кризисируют, я вам скажу. Наконец-таки появился тот автомобиль, который даже я бы, наверное, себе захотел купить. Потому что это «КИА Рио». «КИА Рио», сделанный под Петербургом. Ценой, теперь внимание, иномарка ценой от 459 тысяч рублей. Вот такая простая, что еще надо. То есть, представляете, приор это всего лишь на 50 тысяч дешевле. Хотя здесь что есть? Ну, во-первых, это «КИА». То есть, вся Корея ездит на «КИА». То есть, ну, понятно, да, качество. 1,6 двигатель, нормально. Ну, в данной конкретной комплектации это «Механка». При этом на «Механочке» здесь фиксатор переключения задней передачи есть. То есть, вы с дуру не воткнете заднее. Здесь есть два аэрбэга. Здесь, что здесь есть? Здесь есть хороший большой салон. Нормальный, кстати. И если мы говорим, что это малолитражка, это не малолитражка по внутреннему объему. Дело в том, что багажник здесь – мечта оккупантов, настоящий. То есть, можно спокойненько поставить туда, допустим, газобаллонное оборудование, если вы уже хотите конкретно экономить. И, ну, слететь, естественно, с гарантией. Хотя, сами подумайте, и у «КИА» пятилетняя гарантия. Вот. Естественно, для детей эта машина сделана. Везде на заднем сиденье, везде и софиксы стоят. Ну, и багажник раскладывается. То есть, это еще и почти, так скажем, универсал. То есть, если надо много положить, положите много, вопросов нет. Снаружи машина, ну, это новый автомобиль. То есть, если хотите хром-пакет добавить, добавите еще и хром-пакет. То есть, ну, морда будет настоящая, американская, красивая. Как машина идет? Ну, нормально, цепка, без вопросов. Чего здесь нет в этой комплектации? Здесь нету дисков легкосплавных, здесь нету магнитового. Хотя есть аудиоподготовка. И есть кондиционер. Есть, конечно, гидроусилитель. И есть такой намек, что эта машина со спортивными амбициями. Потому что включаешь зажигание, сцепление выжимаешь, и у тебя стрелочки так, туда-сюда прометнулись. Ну, приятно, в общем-то. Вот, еще раз остановимся на цене вопроса. Цена вопроса, это на 50 тысяч дороже, чем на Priora. То есть, как бы, ну, либо Kia, либо Priora. Хотя Priora тоже имеет право на существование. Вот, где машины? Естественно, Уралавто, Белорецкое шоссе. То есть, есть повод приехать. Как такую машину купить? Ну, вот интересный вопрос, да. Это, естественно, в кредит. Вот. Ну, я так понимаю, что машина идет под льготную программу кредитования. Все-таки сделана она в России. Вот. Так что, в принципе, с государством можно в кредит поиграть. И это правильно. Вот. В остальных случаях вам надо понимать, ребята, что машины все во всем мире покупают в кредит. Поэтому тут, как бы, других вариантов-то нет. Другой вопрос. В кредит вы берете машину за полтора миллиона, либо за 400 тысяч рублей. Все-таки разумнее взять вот такой вариант, когда, ну, вы понимаете, что ездить надо каждый день. Не заморачиваться в понтах. А просто, просто балдеть. И эта машина вам позволяет. Тем более, ну, если вы хотите легкосплавные диски, то поставьте. Они на 15 дешевые. Вообще копейки стоят. Ну, и резина, естественно. Это базовая, 185. А можно поставить и пошире, и побольше. Колесные арки позволяют. Так что, серьезная машина с экономичным двигателем от Уралавто. И мы с удовольствием вам ее представляем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...